С наступлением осеннего сезона простуд важно в первую очередь вакцинировать представителей старшего поколения. Коронавирус опасен для них тяжелым течением болезни и осложнениями, которые могут привести к трагическому финалу. Все усилия медиков сейчас направлены на разъяснительную работу с пожилыми людьми. Если люди страдают хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, заболевания органов дыхания, все эти процессы усугубляются при проникновении вируса ковида в организм. И, соответственно, мы видим тяжелейшие осложнения у пациентов, даже те, которые переболели ковидом и остались в живых. Мы видим тяжелейшие осложнения, связанные с заболеванием сердечно-сосудистой системы, с развитием инфарктов, инсультов после перенесенного ковида. Александра Левина уже успела переболеть коронавирусом. Делится, перенесла заболевание тяжело. Долго держалась температура, была одышка, судороги. А когда казалось, что болезнь миновала, все началось по новой. Первый компонент вакцины перенесла легко, немного болело место укола. «Контактирую на работе с людьми, поэтому обезопасиваю себя. Береженого Бог бережет». На сегодняшний день в области привиты 1 млн 43 141 человек. К 1 ноября нужно привить 80% взрослого населения области. С наступлением осени растет и число заболевших гриппом. Чтобы защитить себя, лучше сделать прививки от обеих болезней. Но стоит помнить, что промежуток между вакцинами от коронавируса и гриппа должен быть не менее месяца. Виктория Шарая, События.